Вас приветствует творческое объединение «УАЗИС» и ДКФИ. Мы открываем наш традиционный зимний фестиваль, вспоминая классиков авторской песни. В этом году он посвящен творчеству двух замечательных авторов, для многих, как выяснилось, очень дорогих. Это Евгения Мачурина и Виктора Луферова. Но сначала я немножко по традиции скажу, что ждет нас в ближайшее время. В феврале у нас будет еще один концерт современного автора. Видите, как мы чередуем классиков и современных. Замечательного, харизматичного исполнителя, замечательного автора из Воронежа Юрия Космодемьянского. Он приезжал к нам, но было это очень давно, мы уже соскучились. Это автор, необычайно бережно относящийся к стихам, на которые он пишет. Когда вы услышите его песню на стихе Мандельштама, честное слово, вам покажется, что это современный поэт. Вы даже не поверите, что это Серебряный век. А также Есенина. Он для нас открыл многих современных поэтов. Так что я думаю, что в преддверии мужского праздника это очень хорошее дело сходить на концерт Юрия Космодемьянского. С одной стороны, настоящие мужские песни, с другой стороны, обаятельный Юрий будет, естественно, подарком для всех дам. Так что приходите 22 февраля в органном зале. Будет концерт Юрия Космодемьянского. И 7 марта, в преддверии праздника весны, у нас приезжает Александр Щербина с моноспектаклем «Рыцарь случайного образа». Ну, естественно, его концертный вариант. Подыгрывать ему будет знаменитый гитарист Лев Кузнецов, который со всеми группами, по-моему, переиграл на записи их дисков. Ну, и во втором отделении они попоют нам еще песни Александра, какие-то из его последних альбомов. А может быть, мы его старенькое попросим. Значит, 7 марта Александр Щербина. Ну, а сегодня вы послушаете песни наших любимых авторов в исполнении бардов из разных городов. Собрались Калуга, Москва, Обнинск, Тверь приехала. Мы их приветствуем. Также приветствуем зрителей из Обнинска и других городов. Мы знаем, что приехали зрители из других городов. Оказалось, что у каждого из исполнителей, ну, очень-таки какие-то свои отношения с этим автором. Вот послушаем, что каждый из них сегодня принес. Открывает концерт исполнитель, который, по-моему, знает всех авторов. Николай Каипецкий. Он участник всех наших фестивалей и всех концертов. Недавно он презентовал свою книгу, с чем мы его и поздравили, и поздравляем, потому что он еще и автор. Итак, Николай Каипецкий, город Обнинск. Творческое объединение УАЗИ. А про песню, я думала, он сам скажет, какую он услышит, какую он вам споет. Так, все, Николай Каипецкий. Добрый вечер. Так, добрый вечер. Спасибо, что пришли и решили вместе с нами вспомнить, а может быть узнать, песни замечательных авторов. Начнем с Евгения Бачурина. Вообще, он по профессии был художником, поэтому песня, которую я выбрал, как мне кажется, она очень ярко отражает это обстоятельство. Прям видно, что это такой песенный пейзаж. Песня называется «Окно» или «Вальс мотыльков». Песня называется «Окно» или «Вальс мотыльков». Песня называется «Окно» или «Вальс мотыльков» или «Вальс мотыльков». И старый стул беседует с комок. И все заботы наши так нелепы и мелки, Сравнили с этим первым днём природы. И все заботы наши так нелепы и мелки, Сравнили с этим первым днём природы. И думается мне, что ни одной голубизной Богатой — это праздничная чаша. И будет счастлив тот, кто между небом и землей Сумел прожить хоть раз её поднявши. Да будет счастлив тот, кто между небом и землей Сумел прожить хоть раз её поднявши. Спасибо большое. Увидимся во втором отделении. Я же говорю, Коля знает всех авторов, Поэтому он будет участвовать в обоих отделениях. Когда готовили этот концерт, Я для себя открыла много, Потому что Бачурин, скажем, для меня был Некто закрытым таким автором. Прочитала с удивлением, что к его сборникам стихов Предисловия писали Евтушенко, Анастасия Цветаева. То есть его очень ценили профессионалы в литературе. Сейчас на сцену выходит Любовь Пронина, Тоже из города Обнинска. Она, кстати, знает много песен, Которые для меня были открытиями. Вот Коля правильно сказал. У нас такой девиз — узнать и вспомнить. Вот сейчас я, например, буду узнавать. Любовь Пронина, город Обнинск. Борченко, для меня планирует. Добрый вечер. Я хотела бы исполнить для вас Летнюю такую песню «Жасмин» Евгения Бачурина. Над городом литним склонился жасмин, Жасмин, чтобы всех напоить ароматом своим, Чтоб каждому дать до скончания дней Немного цветов и немного теней, Жасмин. Жасмин, 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 Жасмин. Жасмин, 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 Жасмин. На солнечных улицах нашей судьбы Так много движения, так много ходьбы И кружатся головы наши пока Не тронет их ветка Жасмина слегка, Жасмина слегка. Жасмин, 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 Жасмин. А что наша жизнь золотая пора? То солнышко светит, то дуют ветра, Но вспыхнет любовь или явится грусть, Пусть ветка Жасмина качается, пусть, качается, пусть. Жасмин, 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 Жасмин. Жасмин, Жасмин. Видите, хорошо хоть некоторые наши участники, они не так часто выступают на сцене, И хорошо, что вот этот фестиваль, он как бы заставляет их делать заявки, Потому что уж авторы больно любимые. Например, не так часто и все-таки участвуют к нашей большой радости Ирина Овчинникова, город Обнинск, Татьяна Цыкунова, город Обнинск, И Алексей Смирнов, город Обнинск, звездное трио. Встречайте! Здравствуйте! Очень рада вас видеть. Мы исполним для вас песню, которая называется «Надежда». Тут сейчас пели про любовь, Но, если честно сказать, мы тоже очень волнуемся. Ни уютом, ни карманом, Мы живем самобманом, Ни поселом, ни жневьем, А надеждою живем. А надежда, надежда, Верой и любовью между, Между небом и землей, Вроде капли дождевой, Согласитесь, ведь никак Не обойтись без этой капли, Что на помощь к нам спешит В пору засухи души. На жестокосердной почве Не растут, Уж это точно, Милосердия цветы И деревья доброты. Сердце рвется от ртани, Неисполненных желаний, На дождинке этой рот Поупалить наш упор. Ну а то, что мне бродяги, Не хватает этой влаги, Так всегда, чем больше пьешь, Тем острее жажды ночи. Сколько птучи и печали Наши дни не обращали, Как бы ни старался вет Сотворить из нас коллег. Но на этот самый случай Да нам вверх хлеб горючий, Соль любви, что так сладка, И надежды два глотка. А сейчас на сцену выходит Участник творческого объединения Творческого объединения Оазис, Проживающий в городе Москве. Такое бывает, да. Наш замечательный друг, Знаток авторской песни, Автор-исполнитель, Татьяна Пучко, Город Москва. Здравствуйте. Я вас не вижу. Я знаю, что вы есть. Весенние тезисы. Затянувшиеся зимы Скопывают все рыцарь. Я забыл, какого цвета листья На деревьях. От журчанья вод Весенних в горле Пересохла Запах клевера И мяты По ночам не снился. Раскололся лед Пространство На морях И реках Возвращаются С чужбины Северные птицы. Даже рельсовый автобус Щурится от солнца На пустыре Соседский мальчик Выбежал Без шапки У весны Свои законы Писанные Богом Вышли жители больницы В праздничных халатах Я забыл, какого вкуса Первая черешня Обязательно До лета Доживу, чтоб вспомнить Обязательно До лета Доживу, чтоб вспомнить АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё раз давайте Таня Парклова Спасибо Таня А сейчас выйдет участник, который приехал с той стороны Москвы Северной То есть из Твери Тверь вообще нас удивляет своими исполнителями, авторами Если вы приходили на Убнинскую ноту, вы наверняка помните И Татьяну Винокурову И Ирину Клейман, победительницу Убнинской ноты 2019 года И, конечно, вы не забыли Олега Кирсанова Мне кажется, он очень любит творчество Бачурина Потому что заявил аж три песни Думаю, мог бы и больше Олег Кирсанов, город Тверь АПЛОДИСМЕНТЫ Скажи, скажи, мой брат Зачем сто лет подряд Ты не приемлешь Общего веселья Всему своя пора Но снова, как вчера Высокий голос твой Оправдывает землю Душа, который год Как дудочка поет И кажется, что праздник будет вечен Вот только у певца Счастливого лица Не увидать никак Хоть Богом он отмечен Скажи, скажи, мой свет Виновен ли поэт За то, что совесть терзается все частно Не укоротить садом Ни словом, ни пером Тем более, когда оно прекрасно Душа, который год Как дудочка поет И кажется, что праздник будет вечен Вот только у певца Счастливого лица Не увидать никак Хоть Богом он отмечен Скажи, скажи, мой друг Неужто замкнут круг Где наша участь Как арена нестерпима И вот в неравный бой Уходим мы с тобой Как гладиаторы времен Упадка Рима Душа, который год Как дудочка поет И кажется, что праздник будет вечен Вот только у певца Счастливого лица Не увидать никак Хоть Богом он отмечен Вот только у певца Счастливого лица Не увидать никак Хоть Богом он отмечен Еще одна баллада Но она так и называется Баллада о прекрасной даме Богу неведома, людям незнамо Где пропадает прекрасная дама И неизвестно, что делает с ней Этот похитивший даму злодей Этот похитивший даму злодей Где же тот пламенно любящий рыцарь Что к этой даме на помощь стремится В воду топчал, презирая лобок Где его добрый и преданный конь Где его добрый и преданный конь Где ж, наконец, и копье боевое Вечно готовое к правому бою Доблесть мужская да женская честь Я призываю вас именно здесь Я призываю вас именно здесь Но не является рыцарь тот смелый Коню скакал и копье улетело Да и прекрасная дама не дам Где ее видеть хотелось бы вам Где ее видеть хотелось бы вам И ничего не случилось с нею Просто она загуляла у змея Блудная дочь, да поможет ей Бог Кончится ночь и зайдет на порог Кончится ночь и зайдет на порог Ну, сегодня, когда я ехал Сегодня я что в Твери, что в Москве, что в Обнинске Замечательный, наконец-то, зимний день Наконец-то и снег, и мороз, и солнце Но я предлагаю немножко отвлечься от зимы И вернуться в лето Я предлагаю спеть о том Я предлагаю спеть о том Что на столе стоят цветы И много места за столом И много места за столом Вот только не приходишь ты И одиноко мне смотреть На этот праздничный букет Он засыхает на глазах Он осыпается в слезах Когда тебя со мною рядом нет Со мною нет Я предлагаю спеть о том Что за окном давным-давно Стоит июнь Он ждет тебя Он дожидается тебя И машет ветками в окно Он входит в дверь через волку На голове его венок Избепчат птиц и облаков В руках сиренья и жуки Он только ждет твоей протянутой руки Я предлагаю спеть о том Что где-то в небе голубом Намечен твой воздушный рейс Или пунктир бегущих рейс Вернет мне молодость мою Пока трагический накал Судьбы моей не оборвал Цветы не обратились в дым Пока не стал я весь седым Недалеко до декабря Я жду тебя Я жду тебя Спасибо Олег, спасибо тебе огромное Что ты согласился приехать Проделать такой путь Вы знаете, у меня не было видно зала Но за кулисами кто стал У всех такие были улыбки Непроизвольные А сейчас я приглашаю на сцену Участников из Москвы Которые давно уже Обещают, обещают Обещают, обещают И вот наконец приехали Ольга Алексея Черемисова А вот продолжим-ка мы Вот такую лирическую тему Красивую Забрусь дела, забудь нужду Забудь нужду И выйди на тропинку сада А я по ней к тебе приду К тебе приду И больше ничего не надо Да, и больше ничего не надо Не надо будущего ждать Не надо Не надо прошлого бояться Не надо Ты только приходи Ты только приходи опять Приди опять Когда в саду начнет смеркаться Да, когда в саду начнет смеркаться Там шурах листьев под окном Там под окном Их разве вы не замечали Не замечали Когда весна цветет кругом Когда весна кругом Пара любви, пара печали Да, пара любви, пара печали И пусть запережет день Мне будет высшая награда Твоих волос ночная тень И жду вечерняя прохлада Да, и губ вечерняя прохлада Да, да, да Не всегда тоже так красиво начинается И не всегда красиво заканчивается, к сожалению Ты негаданный, нежданный Что не вовремя пришел И не ходи в поляны Коли лук себе нашел Не ходи в мои поляны Коли лук себе нашел Я ни в чем не на водах Время злое развело Не тобой трава примета Да тебя все отцвело Не тобой трава примета Да тебя все отцвело Вот бы время нам иное Вот бы целый мир вдвоем Нам бы небо голубое А я у окнаю Ла-ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай Ой Глухо бы не было Она послуки Так обоцветики Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо гулять на воле, если ноженки связать Переполненная счастьем чаша Через край, через край Непрекаянная радость наша Как потерянный рай Мы надеждами ее наполним И подальше здравоствуем прожьем О похмелье из гробов и молний На потом, на потом О похмелье из гробов и молний На потом, на потом, на потом Наши пишества твагой дышат Мы не сходим с ума А пока что только едет крыша И на сердце зима Потому что все остынет чаще По земле гудят колокола Переполненная счастьем чаша Тяжела, тяжела Негорюй, моя душа, созноба Ведь с тобою вдвоем Мы подняли эту чашу Ох, и до гроба несем И покуда белый свет не гаснет Плыми ее и пригуби Переполненная чаша счастья И любви Но все вечность и все хорошее Вдруг друзей и их союз Невозможно эту чашу у Божья Пронести мимо уст Так под имен же ее не мучат Бог не выраст И свинья не съест Переполненная счастьем участь Легкий крест Легкий крест Переполненная счастьем участь Легкий, легкий крест АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну что, такой барабанный групп АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас я присоединюсь к ребятам Я, Зоя Ивашенко, из Огнинска Потому что есть песня, за которую мы дрались А в конце концов решили, о чем нам вместе не спеть Балата об утраченной любви Камешка по бережку В ножи басой по песку Камешки и неделишки Счетом не проверишь Нагонишь тоску Стойко ли нам было тепло Много ли воды утепло Тесла на гость непрошенной В сердце стучится печаль Ни луков, что скошены Ни дерев, что брошены Берег тот жаль С той поры нам было тепло Много ли садов нас свело А теперь неверно Слава золотых заветкать Голова забелена А в глазах все зелено Как в тени-то С той поры, как было тепло Много ли снегов навело Камешка по бережку В ножи басой по песку Камешки и неделишки Счетом не проверишь Нагонишь тоску С той поры нам было тепло Много ли воды утепло Спасибо большое, ребята Вам подарки, а мне не так Зоя, давай я все-таки тебя объемлю А то ты меня оставляешь без работы Зоя Ивашенко Город Обнинск Город Обнинск Город Обнинск Город Обнинск Очень я люблю песни Бачурина Вы же знаете, я лирик У Бачурина сплошная лирика Ты крупица, я крупица Нас с тобою двое Из таких крупиц водится Бережок на море Бережок на море Бережок на море Бережок на море Зык песочка поиграет Пока не наскучит Господин хороший случай Брось не разбросает Брось не разбросает И погонит прочь с дому К берегу и ногу Тебя влево, меня вправ Вот и вся забава, разнесет победу свету, отыщива пробуды. Ни ответу, ни привету, не дожидаться, чтобы не дожидаться, чтобы как признать такую часть, что все это значит. Вместе молимся друг с другом, а в разлуке плачет, а в разлуке плачет. Ты крупица, я крупица, нас с тобою двое, из каких крупиц водится бережок намует. А в разлуке плачет, а в разлуке плачет, а в разлуке плачет. Аплодисменты 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 Сражаться и падать, чтобы снова подниматься. На лот может жить и верить много, Но есть исток и точка для отсчета От той красы, где первый был раскат, От той прямой, где нету поворота, Где крыльев расстарют для полета, Для счастья, как в народе говорят. И не страшась опасности сорваться, Не рассчитавши прочности запас, Все жаждешь налюбиться, надышаться, В дождях волосы в запахе концы, Желая утонуть в который нас. Но этот вечный бой, увы, не вечер, И неизвестно, за каким углом Назначен смерть, положенную встречу, Снявши шляпу с кожей, добрый вечер, Пора, мой друг, покинуть этот дом. Да будет так, и все ж куда не гляну, Ликует этот звук и дышит светотень. Не умираем мы, а как ни странно, Искать уходим в синюю поляну, Воздушный шар и затонувший день. Браво! Браво! Спасибо. Боя Ивашенко, город Украины. А сейчас, сейчас волнующий момент, Сейчас дебют у нас на сцене, Дебют в Оазисе. Это очень волнующий момент. Вы же знаете, да, что Оазис расшифровывается, Объединение авторов, зрителей, исполнителей. И все мы переходим из одного, так сказать, стана в другой. Вот сейчас человек из стана зрителей Переходит в стана исполнителей. Дебют, прошу поддержать его. Виктор Зайцев, город Обнинск. Песню, я думаю, вы все знаете. Это одна из наиболее известных песен Бачурина. Подпевайте, конечно, поддерживайте нашего исполнителя. Песня написана в 1974 году. Называется «Посвящение Беранже». Беранже жил во Франции примерно во времена Наполеона. И был известен как поэт и сочинитель песен. Песни у него такие разные. Социального плана, политического, Но очень много песен про веселье и радость. И он был бы чужд, не дурак выпить, короче. Ну и песня, в каком плане. Я куплю себе последние ботинки, Заработаю на свой последний хлеб. Я в последний раз женюсь на блондинке, А потом, чтоб я гнох, а потом, чтоб я след, Буду жить от вечеринки к вечеринке. Друг последний раз мне скажет, Друг последний раз мне скажет, ты бездельник. А потом, чтоб я слеп, а потом, чтоб я глух, Мы продолжим воскресенье в недель. Нелегко там, кто мнит себя кумиром, Или к власти пробирается чуть свет. Лучше просто быть случайным пассажиром, А потом, чтоб я глух, А потом, чтоб я слеп, Только выпивши не в меру, Правит миром. Даже поздняя любовь меня не греет, Только валится на голову, как снег. Я в последний раз любви подставлю шею, А потом, чтоб я глух, А потом, чтоб я слеп, Я устрою ей в последний день побед. Помпей, а когда меня настигнет час последний, Отшумит в душе земной переполох, На меня костюм наденьте самый летний, И пусть даже я слеп, И пусть даже я глух, Поднимусь я, чтобы выпить попоследний. И пусть даже я слеп, И пусть даже я глух, Поднимусь я, чтобы выпить попоследний. Если падает перрон из рук поэта, Оставляя за собой прощальный след, Значит, песенка его недаром спета, Значит, даже если я глух, Значит, даже если я слеп, Много выпито было и слишком мало съета. Значит, даже если я слеп, Значит, даже если я глух, Много выпито было и слишком мало съета. Вот так. АПЛОДИСМЕНТЫ Мы предлагаем все-таки песни «Всё про любовь» дать шанс прозвучать сейчас на сцене. Татьяна Пучко, Юлия и Вадим Левашовы. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, мы решили, что она все-таки должна прозвучать. Поэтому мы будем пить её медленно. АПЛОДИСМЕНТЫ Есть гитара? АПЛОДИСМЕНТЫ Всё про любовь, только всё, что про её, не про нас, не про тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ТОЛЬКО СЕЙТ Newton АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо, спасибо, Таня, Ахадим, Юля. АПЛОДИСМЕНТЫ Никита Богословский вспоминал, что что когда к ним приводили самодеятельных авторов в «Союз композиторов», они обычно так морщились, говорят, ну ничего, конечно, послушаем, ну вряд ли откроем звезду. И вот к ним привели, значит, человека, скромного, с гитарой. И когда он запел, все профессиональные композиторы просто были поражены. И они сказали, а ноты, 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 у меня нет нот, ни одна моя песня в нотах не записана. А спел он именно эту песню, и я уверена, что вы ее знаете все. Это самая известная песня Евгения Вачурина. Она прозвучала в свое время в телеспектакле «Лика», по-моему, 1973 или 1974 года. И споют ее Юлия Левашова. Подпевайте всем. Автор, который тоже не умеет писать можно. Терема, 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 терема. Вы мои дерева, что вам голову гнуть, горевать? До беды, до поры шумны ваши шатры. Терема, 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 терема. До беды, до поры шумны ваши шатры. Терема, терема, терема. Терема, 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 терема. Я волную и вечно томим колыханьем, дыханьем земным. Что не день, то весна, что не ночь, то весна. Зелено, зелено, зеленым. Что не день, то весна, что не ночь, то весна. Зелено, зелено, зеленым. Мне бы броситься в ваши леса Убежать от судьбы колеса. Где внутри ваших кровь Все малиновый звон. Голоса, голоса, голоса. Говорят, как под ветром трава. Не поникнет моя голова Я и верить бы рад В то, о чем говорят Да слова, все слова, все слова Я и верить бы рад В то, о чем говорят Да слова, все слова, все слова Зарезаны за дубовым столом Помянут нас недобрым вином А как станут качать Да начнут величать Топором, 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 топором А как станут качать Да начнут величать Топором, топором, топором Ах, вы, рощи мои, дерева Не рубили бы вас на дрова Не чернели бы пни Как прошедшие дни Дерева, вы мои Конечно, в рамках только авторства Или только исполнительства С Виктором Архиповичем Луфером Многие из выступающих Были знакомы лично И не только потому, что он был известным автором Не только потому, что мы любим его песни Но еще потому, что он был Ну таким, ну вулканом, что ли Он был организатором Он очень много организовал для других Не для себя И его театр песни «Перекресток» в Москве Он был таким действительно перекрестком На котором встречались разные течения Разные ветра Там можно было встретить музыкантов Самых разных направлений Джаза, классической музыки Авторской песни И рок-андегранд Ну в общем, вы бы удивились Кого бы там встретили в 90-х годах Это была чуть ли не единственная площадка В Москве, которая давала прибежище Вот такой вот некоммерческому искусству Но Я, например, когда Помогала ему там В чем-то, в перекрестке Я совершенно не знала ничего О том, что в 60-х В конце 60-х В начале 70-х годов Действовал ансамбль Им организованный Первый в СССР Барт-рок ансамбль Под названием «Осенебри» Вы сейчас увидите короткий такой ролик Посмотрите на фотографии этих участников Услышите их голоса Сохраненные Значит, на пленке И Ну я думаю, что дальше Мы все вам расскажем Итак, про ансамбль «Осенебри» С 67-го года по 70-е Я создал Уникальный По задачам и составу В те годы Ансамбль Значит Ну, в Москве, могу сказать Я был среди тех первых Кто с электричеством Имел дело Значит, у меня были Ну, в Москве были распространены бит-группы Это называлось тогда не рок-группы Бит-группы И Битлзе Это тоже была бит-группа В Москве были В основном Такие пробитловские группы То есть три электрогитары ударные Иногда орган добавлялся Я к этому составу К электричеству добавил еще две скрипки Виланчель и кларнет Мы первые и единственные На долгое время Кто в таком составе И с электричеством Исполняли, аранжировали Исполняли песни Самых разных бардов Это был в программе Акуджава Ким, Высоцкий Новелла Матвеева Клячкин Ну, а стихи Бродского В первую очередь Ну, и несколько моих песен У меня их тогда было не так уж много И вот сейчас Такой эффект Который Виктору Архиповичу Очень понравился Вот представьте Что с экрана Сюда на сцену Шагнул Исполнитель Из ансамбля Осенебрей Вы там заметили фотографию Молодого человека В белой рубашке Владимир Черков Это его голос Вы слышали в начале Добрый вечер всем Ну, меня еще можно Не знать Ну, видимо Луферов рассказал Про ансамбль Он недолго присуществовал До 70-го года Потом я ушел на диплом И в армию служить Из резерва Луферов не нашел силы в себе И время Чтобы возобновить ансамбль На другие задачи появились Он поступил в Гнисинку В наше джазовое отделение Потом он с Камбру Ездил и я компонировал Ну, в общем Такая житейская история Я исполню две его песни Вот Первая песня называется Молитва Ну, когда он стал знаменитым Я как-то стеснялся прийти к нему Ну, отрывать человека Там о себе напоминать Я приходил в мой концерт Обычно не предупреждаю Где-нибудь сзади садился И когда дело доходило до заявок Я с задних там рядов Выкрикивал молитва Он тогда О, и Черков здесь Вот молитва Голову мою К земле Все ниже, ниже Гни, Господь, как ив над водой Ничего тебе Господь, я не отвечу Да и ты не спросишь Что со мной Стало ли суеты Стало ли на свете меньше Что нет мамы суетной моей Вряд ли И другой Я это знаю точно Мне не встретить Женщины добрей Ты бы мог вершить Все в мире по-иному Без людской мольбы И горьких слез Отчего же ты Господь Еще ни разу Эту чашу Мимо не пронес Субтитры создавал DimaTorzok Как ты молчалив? Как молчалив ты, Боже, Ответ не найти нигде. Голову мою к земле все ниже, ниже, Гни, Господь, как иву гнешь к воде. Голову мою к земле все ниже, Гни, Господь. Голову мою к земле все ниже. Так вот у него есть стихотворение про сверчков. В моем башмаке поселился сверчок. Пришлось, ну а как поступить? С топой опираясь на внешний бочок при храмовой ходить. Друзья волновались. Ты что, старина? Да так отвечал, пустячок. Ну, сам пусть судьи. Как бы я им сказал, что там поселился сверчок. Подругу найти для сверчка не вопрос. Пришла. Хорошо на легке. И мне, словно в детстве, когда-то пришлось скакать на одном башмаке. Сменить башмаки мне никак не с руки. Да ты же ведь знаешь, небось, как дороги старые нам башмаки, Притерся к ноге каждый гвоздь. И если детишек сверчки заведут и жить станут в двух башмаках, То я и тогда башмаки не сменю, а стану ходить на руках. А вторая песня «Роман с прозрением». Сейчас полуточку. Все на месте. Не там. Так вы себе. А вторая песня «Роман с прозрением». Один слепец в ночь лунную прозрев, За облик мира принял. Лег луны бездушной, И вновь наслед свет солнечный презрев. И умер всем чужой, И никому не нужный. М-м-м-м-м. Как счастлив я, Что поводыр слепцов свертел, что вел меня. Вдоль тротуарных трещин в тот миг, Что я душой прозрел в конце концов, Привел волшебный сад, И я там встретил женщину. С тех пор я не смотрю С тоской надежды в небеса, Пускай в лазурь и впрямь Божественная краска Прекраснее смотреть В прекрасные глаза, Нежданные. Как стернуть с глаз повестку. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Владимир Ширков, город Москва. Мы его знали как автора исполнителя, Участника облинской ноты. А вот оказалось, что он Участник ансамбля «Сенебре». И снова Татьяна Пучко, Которая конечно не один раз выступала В театре песни «Перекресток», Я думаю, да, Таня? Вот. Так что... Татьяна Пучко, город Москва. АПЛОДИСМЕНТЫ Перед тем, как вам прийти, зашёл я к Господу, Помоги, сказал отец, собраться в путь. Приодень да приобуй, я к людям попаду, Сверху присмотреть за мной не позабудь. Всем известно, Бог даёт всё, что не попроси, Даст ты ум и глупость даст, а что ж не дать? Но не стал я ничего просить у Господа, Бог сам знает, что кому давать. Но не стал я ничего просить у Господа, Бог сам знает, что кому давать. Долго он копался в сваленной тут ветоши, И такую плохонькую из одежд мне даёт. И говорит, сынок, ты не тужи, Главное – не растерять надежд. И протягивает вы шмаки дырявые, На меня, надейся, сам, мол, не плашай. Башмаки они же новые износятся, Главное – не износилась бы душа. Башмаки они же новые износятся, Главное – не износилась бы душа. А ещё с собой Господь в дорогу дальнюю Посох дал и дал кувшин с отбитым дном. И сказал Господь, гора с горою сходятся, Может, свидимся когда-нибудь потом. И сказал ответь тому, кто крикнет вслед тебе, Кто в цветущий век наш гол дурак, Мол, тот, что презренным Бог даёт корыто сытости, А любимым Бог скитания даёт. С той поры я по земле брожу без устали, Чем могу делюсь со встречными в пути, Ох, смеюсь, что не возьму, Всё вам останется, Я с собой могу себя лишь уместить. И такая впереди дорога долинная, И судьба короткая одна, Что в карманы я не положу, Всё выроню. Лей, не лей, кувшин да Бог мне дал без дна. Что в карманы я не положу, Всё выроню. Лей, не лей, кувшин да Бог мне дал без дна. Бурлит весь день Вода по водостокам Мой Март На все лады меня ругает Мой Март, ты сам учитель бестолковый, Боюсь, из нас двоих не выйдет толку. Туда, сюда Вода шаленая мчится, Две женщины мне голову морочат, Одна из них да голова круженья, Другая Другая Отпускать меня Не хочет Того Тебя Ничем здесь не удержишь, Но есть у нас в запасе две недели. Давай напишем два письма коротких, Я не успел за долгий срок Метельный И мы с тобой Опустим эти письма в небесно-синий Ящичек почтовый Он здесь висит давно, Но почему-то Он каждую весну Совсем как новый. Увы, Туда, сюда Вода шаленая мчится, Так и мотно все Влады меня ругают, Одна из них ни слова не напишет, И завтра же пришлет ответ. Другая Бурлит весь день, Вода по водостокам Туда, сюда Вода шаленая мчится, Ну что я поделать, Если я вот эти песни пою Луферова, Потому что мне нравится. И я узнала Последнюю сейчас песню, Которую я спою, Которая называется Очень сложно, Посвящение Каким-то там Старым товарным поездам, Я ее услышала еще в восьмом классе, Я так даже ее и разучила, Я еще знать не знала, Что у песен бывают авторы, И что стыдно их не знать, Это мне потом уже все объяснили, И сказали, что это вот Виктор Луферов, Потом уже я познакомилась с Виктором Архиповичем, Потом я уже послушала эту песню Его исполнение, Она казалась совершенно другой, Но я оставила все равно для себя тот вариант, С которым я выросла. Так что если кто-то знает оригинал, Вы не удивляйтесь, все правильно, Все как... Это так, как поют в народе, Да, это так, как поют вот в лесу Юные натуралисты эту песню до сих пор. Они не знают, что она называется Посвящение старым товарным поездам, Они называют ее просто площадка. Давай площадку. А мне б хоть раз в году взглянуть, А мне б хоть раз в году шагнуть На эту тесную дрожащую площадку. И туда втащить свой верный старенький рюкзак, В котором котелок лишь до палатка. А мне на месте не судьба, Сидеть на месте не судьба. И что поделать, если тянет все вскиданье? Зовут рассветы и леса, Зовут дороги и поезда, Кричатая часть скорей с роднем прощанье. И рассядутся сороки Мажорным трезвучьем На звенящих астролах проводов. Да и будет мало километров от начала пути, И так много допыльных городов. А я с рассветом поднимусь, А я всем ветром распахнусь И поделюсь со всеми всем, Что есть по-братски. Доставлю только лишь себе Скрип снега в снежном феврале, И для себя собой придуманные сказки. И белым сусликом мелькнет В скитаниях год, который год, Как белый столб километровый У дороги, который год, Весна придет, Листвой карманом не набьет, Усталостью нальет мне ноги. И рассядутся сороки Мажорным трезвучьем На звенящих стронах проводов. Да и будет мало километров от начала пути, И так много допыльных городов. И так много допыльных городов. И так много допыльных городов. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Татьяна Пучко, город Москва. АПЛОДИСМЕНТЫ Створческое объединение «Оазис». Снова Николай Кайпицкий выходит на сцену. Вообще, честно говоря, вот мы стоим, Слушаем эти песни на сцене и просто видим, Как Виктор Архипович их исполнял. Это было, конечно, незабываемым, Хотя не так уж много сольных его концертов Завелось увидеть. А кто-нибудь был на его Обнинском концерте В 96-м году? Нет, в «Валых парусах», Когда просто сжигались колонки. Виктор Архипович так, вроде с сожалением, Но с таким, каким-то плохо скрываемым удовольствием спрашивал, «Это я их так?» У меня энергетика от него, конечно, шла бешеная. Николай расскажет сейчас нам, какие он песни выбрал. Николай Кайпицкий. И снова здравствуйте. Ну, что сказать. Луферов, конечно, уникум. То есть аналогов ему нет. У него было много эпитетов, Подаренных ему журналистами, скажем так. Вот, например, Андрей Анпилов Назвал его «Чудаком в ярко-красном пальто». Первая песня, которую я спою, Собственно, называется «Песня чудака 2». Или по первой строчке «Послушайся меня». Послушайся, меня не пожалеешь, Приди домой, выпусти на полю Из клетки железного гнезда На смежных синиц и грустного гнезда А клетку разломай и выбрось. А клетку разломай и выбрось. Ты сам уже давно не замечаешь, Что ты в плену сплетел и припыльчат, Ты ими как цепями оплетел. Но я прошу очнись, смахни их, Словно солнцу и грунчат сначала, Чтоб жизнь по-новому звучала. 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 Еще хочу вам сказать, Что Виктор Ахипович не только был Замечательным автором, Он еще абсолютно здорово и очень оригинально Пел песни других бардов. В частности, Булата Куджавы. Это я к тому, что в следующей песне Я закончу цитатой из Булата Шалча. Она так органично туда ляжет, Я сейчас подумал. А песня продолжает тему, Обозначенную Черковым. Про сверчка песня будет. Продолжим. Бзик. Чтоб жизнь по-новому звучала. Под маяхниках часов, Я пугал из угла. Шагает господин, Не сам себе слуга, А в доме крепко спя, присяду у окна, Как стертый медный грош, плеснет в окне луна. Услышу сердце хруст, хруст смелого стручка, И снова тишина, хоть заводи сперчка, Возьму и заведу, и пусть поет, поет про старую любовь, Чтоб он у сердца жжет, как стертый медный грош, Та песенка стара уже не отличит, и решки оторвала. Но если стерто все, но если все прошло, то отчего скажи, Так сердце обожгло, а мне и не в доме, сверчет по кладбе, Что это уголек из печки отлетел. Ну вот и хорошо, что не спалил он дом, Но все равно сверчет, давай-ка о другом. И прямо в душу грянет простой романс сверчка. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Николай всегда выбирает сложные песни, не боится сложностей. Николай Каипецкий, город Огненск. АПЛОДИСМЕНТЫ На сцену выходит наш друг из Москвы, Дмитрий Беленький. Он, кстати, мне кажется, мог один бы сделать целую программу по Луферу, Но вот поделился с товарищами. Добрый вечер. Виктор Архипович Луферов — это такой человек-театр, я бы сказал. Он всегда мыслил такими театральными какими-то категориями. У него всегда в голове роилось какое-то такое широкое действо. Я помню еще, мы познакомились в 78-м году, И он мне в запое рассказывал, какая у него идея, мечта. В 78-м году, представляете, когда любой андеграунд, И все, по сути, было запрещено создать такой бродячий маленький театр, Который может приехать в какой-нибудь двор, Развернуться, чего-то там показать, чего-то спеть, И вот поехать дальше. И вот у него вот это театральное действие вечно в голове. И из этого театрального действия часто рождались песни, Как какая-то часть этого действия. Поэтому спою несколько песен из таких разных его внутренних спектакликов, Которые не стали сценическими какими-то постановками, Но сами по себе их персонажи, они очень такие. Первая песня называется «Песня-пляска новоявленного матроса». Ты можешь зачеркнуть меня в своей судьбе, Пусть неудачникам я прослываю в родне, А мне плевать, что мне не быть уж юнгой, Матросам плавать я смогу еще вполне. Ах, помню, да, давал я клятву в юности, Так рыбовой клянусь я это не забыл, Но клятвы, как порог родного дома нам чуть-чуть подрос, И вот уже переступил. Но клятвы, как порог родного дома нам чуть-чуть подрос, И вот уже переступил. Я ведь на слишком хорошо воспитан был, Чужая волна была надежной привязью, А про свою я как-то даже ползабыл. Но вот теперь меня кривая вывезет, Пусть поздно, позднему мне океан скостит, Не всем дается ранняя попудочка. Эй, ветер, черт, тебя дерит, Давай свисти, как старый ботсман, Ботсманскую дудочку. Эй, ветер, черт, тебя дерит, Давай свисти, как старый ботсман, Ботсманскую дудочку. Уверена считал дочка на юг, на юг, Как одинокий парус на крутой волне, А мне плевать, что мне не быть уж юнгой, Матросам плавать я смогу еще вполне. Прощай, прости, не плачь и не горюй, горюй, Пусть не дрожит, дрожит в твоей струбке стакан, Все стекла в доме ветром с океана выбиты, Вот далеко, далеко отсюда океан. Все стекла в доме ветром с океана выбиты, Вот далеко, далеко отсюда океан. Листопад Приходите, приходите, приходите же гурьбой, как осенний листопад. Говорите поперек, говорите в разновой, говорите в бабах. Говорите поперек, говорите в бабах. В нетерпенье, ожиданье я окно раскрыл напрасно, и уж выжило так само. Говорите поперек, говорите в бабах. И я понял, что не стоит никого видеть на свете в одиночестве своем. Приходите, приходите, приходите же гурьбой, как осенний листопад. Говорите поперек, говорите в разновой, говорите в бабах. Ради бога приходите, трубки дымные курите, отряхните пыль дорог. В доме злых садок не держат, у квартиры цифр, дерь или справдности звонок. Нетерпенье, ожиданье я окно раскрыл напрасно. Ради бога приходите, трубки дымные курите, отряхните пыль дорог. Тема одиночества в творчестве, наверное, она не случайна. Видимо, это удел таких великих творческих людей. Следующая песня называется «Романс на два голоса». Пусть за то, что скажу, не сносить головы, Пусть с твоей не слетит ни единого полоса. Хорошо тьму ночей освещать в две свечи И любимый мотив отбивай на два голоса. Жаль, что этого ты не сумела понять, Оставляй меня одного в одиночестве. Что ж, одно к одному, значит, время пришло. Не по имени звать, а по имени отчеству. Вдруг представилось мне, что вперед на столет Наша живь в трапаре фотографии вставлена. Долгий перечень наших поступков и слов, Как на свечке нагар, на металле окайна. Но высокое пламя мы ценим в свече И доверие в словах, а не мнилую двойственность. И окайна нам не заменит металл, Душь расходе подверит случайная родственность. Что ж, одно к одному лепит жизнь наша жизнь И за стреху к гнезду и к отечеству отчества. А в облаках небесами разлуки к любви и к древесным ствам Все листва и в одиночества. В рассыпную пора, как из смелого голоса, А за каждым из нас право выбора есть. С кем горит без свечи и скипеть на два голоса, А за каждым из нас право выбора есть. С кем горит без свечи и скипеть на два голоса, С кем горит без свечи и скипеть на два голоса, Оркестр, человек, театр. Если вы послушаете его записи, Вы услышите, что он голосом пытался дополнить свой аккомпанемент, Ему явно не хватало оркестра, Ему не хватало большой сцены, многих инструментов. Из каждой песни он старался сделать спектакль. И многие его песни напоминают отрывки из каких-то мюзиклов. Это даже уже не авторская песня. Он из многих предметов делал музыкальные инструменты. Когда он в Убнинс тогда приехал, он приехал с большим рюкзаком. Я еще подумала, что Барду надо, кроме гитары. Оказывается, там лежала коса, колесная лира, какие-то гудки. Он на всем этом успел поиграть во время концерта. И всем его песням, вот Андрей Анпилов отмечал, что его песни, в отличие от большинства песен Бардов, требуются не маленькие пространства, а какие-то большие, может быть, какие-то площади, может быть, какие-то балаганы. Или, например, городской двор. На сцене Ася Домер, исполнитель из Калуги. Песня «Баллада музыканте». В колодесных квадрат двора пришел к нам музыкант с утра. Ах, Боже мой! И в равнодушной тишине запила птицах огне. И о любви одной он на закрытом спел окне, Он спел о бешеном коне. Еще он спел, как он безмерно одинок, Как падает к лагам цветов. Еще о том, как стены старительные, Как серебритых светлые. Еще он спел, как о пылье женщине одной, Как плачет его над рекой. Еще о том, как в битве был король убит, И на голову был разбит его гвардейский полк. Как плачем шался вдаль гонец, И сердце билось, как тенец. И музыкант умолк, И окна взглядом он обвел. Одно из двух я плохо пел, Ты плохо певец. Или черствее не встречался, Чем в этом чертовом дворе Людских сердец. Как ухо голос здесь звучит, Как окон мертвый на стекло. Но, боже мой, Так там вдруг раскрылось вдруг окно, И сердце радостью такой Обволокло. И сверху женщина глядит, К его ногам летит цветок. Как, боже мой, Как стены старые темны, Но над твоей головой Такая сенья. Я вон запела. Извините, пожалуйста, Мне кажется, что Песня в моем исполнении закончилась. Я думаю, может быть, Игорь Беленький спасет меня, Дмитрий Беленький, И сыграет ее. Спасибо большое. Я совершенно не готовился ее сегодня петь, Песня, которая требует. А я готовилась, а не сложилась. Микрофоны какие-то электризованные. Это Ася так микрофон зародила. Ася так микрофон зародила. В казный квадрат двора Пришел к нам музыка с утра. Ах, боже мой! И в равнодушной тишине Запела птица и огне. И о любви одной. Он спел о беженом коне, Он на закрытом спел окне. И еще он спел, Как он безмерно одинок, Как падает к ногам цветок. И еще он спел, Как стены старые темны, Как серебрит их светлые. И еще он спел, Как вывез женщине одной, Как плачет его над рекой. И еще он отдал. Как битый был король убит, Как на ногу он был разбит. И он в гвардей сей полк. Как плачь обчался, Так голится сердце билось, Как птенец. И музыка помог. И окна взглядом он отвел Одно из двух. Ты плохо пеешь, Ты плохо пеешь. И не чеш, Чеш, ты не встречаешь В этом чертовом дворец И сердце. Как голос глухостей звучит, Как окон мертвый на стекло. Но был жареной, Как снова открылось друг от ног, И сердцем радостью такое покло. Вот сверху женщина глядит, И в ногам летит цветок. Ах, боже мой, Ты теперь мой музыкант, Глаза от радости закрой. Не одинок, ты больно, На окна не смотри, Лицо ты к небу запроги. Ах, боже мой, Как стены старые стекуны, Но над твоею головой Такая синь. И он запел, Тяну брубелька, Сойдет вечерняя звезда, Закроется окно. Ведь в этом щерканном дворе Спокон веков и навсегда Ведь танца ведено. И я в арку темную шагнул, Светок подаренный храня. На булку ж домой, На булку ж домой. Как там дрожь булышной мостовой, Всегда бросил дрожь. А здесь, здесь Вспомнят про меня. И он цветок земли поднял, И в арку темную шагнул, И он, разобраясь трудом, Сквозь толщу каменных домов, И уличный тяжелый гул, Как он поет о том, Как музыкально пришел с утра В колодезный квадрат, Дора оборывай. И в равнодушной тишине, На зверх птицах и окне, И о любви одной. АПЛОДИСМЕНТЫ И снова здравствуйте. Действительно, Виктора Архиповича Очень трудно исполнять, В смысле, гитары И энергетики. Потому что, как правило, Извините, я тебя берегу, И, как правило, Все силы исполнителей Уходят на то, Чтобы снять вот те вот Гитарные навороты. И все. Мы были на предпоследнем концерте Виктора Архиповича. Он был только-только После химиотерапии. И вот его вывели под руки. Такой Очень старый человек. Он попросил его Не снимать на видео. Вот он вышел, Сел за микрофон И взял гитару. И как будто кто-то так Переключил тумблер. Совершенно здоровый, Пышущий энергией человек, Который Отработал концерт Два отделения Непостижимая. Не звонят на Руси колокола, Паутина ты звенящая закрыла. Непо с плачем Бьется в купола Напустившие Натломленные крылья По ночам, По ночам Умирают Седые звонари По ночам По ночам Не дождавшись Новой огненной зари Как по забывшему И к Богу Обращаясь Церкви подняли На дуне кресту А на стенах Отцелевших Нагорают Фрески Из старых Русских Выстеров По морям А лесам Церкви подняли Ладони И кресту По морям А лесам Из разбитых Куполов Несется стол И церкви Завершенные Ступени Запахла Там Невловимый Сон И Людьми Неоткрываемые Двери Позабыли Колокольный Звон По ночам По ночам По ночам Умирают Седые Звон По ночам По ночам Не дождавшись Новый огненной Зари Песня называется «Горизонт» Я живу Вопреки Слепотей Тяготенья Тяготенья Зимного И мне И мне Жаль Те деревья Что На Взлич На землю Легли Я Себя Не устал Подтверждать В длинном Списке Живого Мне Дышать Не мешает Кольцом Горизонт Себя На земле На земле На земле Я знаю Владельца Послушно Слоненного Уха И Тому Кто Шагая Привык Не смотреть Удоставит Пашем Мак Но Поет О другом Не петух Толком Петь Не умея Кукареку Поет Не боясь Соворотки Молвы И Мне Нравится Что Подсолнуха Так Высока И Так Шилиста Шея Укол Зренья Подсолнуха Солнцу Наклон Головы Мелкий шрифт Муравьев Неприят И Иного Печатного Шрифта А Пчелинная Музыка Слаще И Слакозвучных Кличей И Живет Эта Жизнь А Галина Вершин Без Подворот И Лифтов Как Разумный Расстратчик Природы И Честный Ее Газначин Я Живу Вопреки Слепотей Тех Слепотей И Слепотей 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 Я Под Солн Зренье И Слух Петуха Предпочту В Слепотей 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 Ну Опять Барабанная Дробь Ну Это своего рода экспромт Песня называется Фанданго Или Посвящение Александру Грину Слепотей Слепотей Да Я Не смог бы Объяснить Никому И Никогда Почему мне Иногда Набегают Глаза Горьковатая Слеза И Ночью Снится Мне Как Вздор И Ночью Раскинутый Шатёр И Прекрасный Белый Конь Не Сноватый Как Огонь И Матерки Ночных Гостров Прилетающих Азов Прилетающих Азов Женщин Плачущих Мальчин И Сгитарами Мужчин И Сгитарами Мужчин Мужчин Я Как На Танцовщицах Де Как На Хм О Женщин См입 Мужчин Субтит Да, я не смог бы объяснить никому и никогда, почему мне иногда набивают на глаза горьковатая слеза. Ольга, Алексей Черемисовы и Владимир Черков. Вот Коля Каипец сказал о прозвищах Виктора Архиповича. Было одно прозвище, ему очень самому нравилось – «Мистер Миллион Вольт». Действительно, это был человек неимоверной энергетики. И вот песня, которую сейчас поет Алексей Хромов, она одна из наиболее известных его песен. Она, по-моему, очень показывает этот его неуемный такой характер. Добрый вечер. Не плачь, дядя, не ты один селудка, не ты, не ты последний. Кому пришлось уйти, да брось ты эти розы, отдай вон той красотке росной, кого ты любишь с тобой не по пути. Она была прекрасней, чем все розы мая, да ей готово было сердце свое впрень отдать. Одни любовь и забава, но ты, я понимаю, ведь ты ее пол жизни будешь вспоминать. Ведь многие, я знаю, раздавай, разбежались, любовью называя свой маленький роман. Такой, что не очень другие догадались, не очень опустились, чтоб сердце и карман. А ты, ты все отдал бы, пусть только улыбнется. Я с тобой делюсь, советчик я плохой, мучение такое. Не каждому дается оно тебе, приятель, за то, что ты живой. Едва не тут все дело в твоей дурацкой шляпе. Но все же купи другую и снова ей звоню. И шутка, не шутка, быть может, не прошу. Лишь на этот раз наступит любви прекрасной дни. Не плачь, дядя, спрячь свои слезы. Я тоже завтра шляпу себе новую куплю. И пусть мне прямо в сердце живые вонзают розы. Я все равно поеду к той, которую люблю. Не плачь, дядя, не ты один, сиротка. Не плачь, милый, спрячь свои слезы. Не плачь. АПЛОДИСМЕНТЫ Алексей Хромов, город Огненск. Сворческое изделение молодец. И завершает наш концерт Дмитрий Беленький Той самой песней про чудака в красном пальто. Николай сегодня пел песню, которую он представил, как «Песня чудака-2». Потому что Виктор Архипович в свое время рассказывал, что он задумал такой цикл песен от лица некоего чудака. Ну, в хорошем смысле чудака он объяснял всегда. Понимаете, ну человек такой немножко нет мира сего. Которого немножко другие не понимают, не смеются. Вот, каким, наверное, Виктор Архипович тоже во многом был с очень ранимой и очень тонкой душой. Вот, а эта песня, это как раз была первая песня чудака, которая открывала этот цикл. Построю дом себе я из консервных банок И ярко-красное сожью себе по льдам И проживут жизнь только до консервных сказок, Которые смотрят в мир со скрытым ртом. И я буду верить всякой чертовщине, Гадать по сонам, по птицам, по руке, И верить, что плывет куда-то небо, Раз облака плывут вниз по реке, А чтоб быстрей росли деревья и цели Я не могу по утрам играть на флейте, А чтоб от нас не улетали дуровы Знавидев первый снег, не считать олень ведь плем. И на драму мою будут все смеяться, Но если в люди не было вас, Я лазь на стене не то, что год или неделю, Я дня не прожил, умер через час. Спасибо вам, дорогие зрители, Что не оставляете нас с вами не сходить на внимание. Приходите на концерт. Еще раз позвольте вам представить тех, Кто сегодня пел. Зоя Ивашенко, Олег Кирсанов, Алексей и Ольга Черемисова. Выгляните, выгляните. Вадима Юлия Левашова, Владимир Черков, Алексей Хром, Кто там прячется еще? Дмитрий Беленький, Ася Тоняк. Николай Каипецкий, Коля. Приходите на концерты, Ждем вас. Кого я не назвала еще? А, Ирина Обчинникова, Татьяна Цыкунова, Алексей Смирнов, Виктор Кузнецов. Ой, Зайцев кто, извините. Думала совсем. Виктор Зайцев, дебютант наш. Ждем вас на концерте 22 февраля. И замечательный звук был. И не забывайте, что билеты лучше покупать заранее. И выгоднее, и организаторам спокойнее. Так что, всего доброго.